Вы сомневаетесь о разнице между used to и be used to? Приветствую, меня зовут Достон, и в этом уроке я подробно расскажу про различие этих грамматических конструкций. Хорошо, давайте начнём с used to. Used to описывает привычку или факт в прошлом, но больше не выполняющимся в настоящем. Самый оптимальный вариант перевода такой конструкции на русский язык это с помощью слова раньше. Например, I used to play poker twice a week. Раньше я играл в покер два раза в неделю. Now I only play occasionally. А сейчас я изредка поигрываю. Ещё один пример. She used to live in a small village before she moved to the city. Она жила в маленькой деревне перед тем, как перебралась в город. Давайте теперь рассмотрим конструкцию used to. Фактически оно является неизменным для всех местоимений. I used to, it used to, he used to, they used to и так далее. Второе. Также вы можете строить отрицательные предложения с used to, но будьте осторожны здесь. Так как при вопросе в past окончание D исчезает. Например, she didn't used to smoke, but now she does. Раньше она не курила, а сейчас вот начала. Давайте рассмотрим на простом примере утвердительную, отрицательную и вопросительную структуры. He used to get up at 7 o'clock. Раньше он вставал в 7 часов. Did he used to get up at 7 o'clock? Он раньше вставал в 7 часов. He didn't used to get up at 7. Раньше он не вставал в 7 часов. Запомните также, что в used to нет формы настоящего времени. Вы не можете сказать Nowadays I used to play poker twice a week. Это будет грубой ошибкой, и здесь нет смысла. Чтобы описать привычку или факт настоящим, просто используйте время present simple. Нужно будет сказать Nowadays I play poker twice a week. Теперь переходим к be used to. Итак, оборот речи be used to используется для описания процесса привыкания к чему-то, что казалось странным, а теперь постепенно не кажется. Примеры I'm not used to spicy food. It upsets my stomach. Я не привык к острой пище. Это вызывает у меня расстройство желудка. Be used to можно использовать с любыми временами и местомениями. Вы также можете строить вопросы таким способом. Пометка. Если вы используете be used to, get used to something, то это будет являться существительным. Если же вы хотите сказать о каком-либо действии, то бишь глагол, то после нашей конструкции вы должны использовать герундий, то есть инговое окончание, соответствующим глаголам. Пример для сравнения. He is used to the climate of England. Он привычен к климату Англии. He is used to living in the climate of England. Он привычен жить в климате Англии. Быть привычным к чему-либо и привыкнуть к чему-либо – это разные вещи в английском языке. Привыкнуть выражается к конструкции get used to. Еще раз рассмотрим на простом примере использование get used to something, doing something. You will get used to the climate of England. Ты привыкнешь к климату Англии. You will get used to living in the climate of England. Ты привыкнешь жить в климате Англии. Итак, подведем итоги. С used to у нас имеется три конструкции. То, что мы говорили раньше – used to do something, used to be. Быть привычным к глаголу to be – это m is r, plus used to something – doing something. И последнее – привыкнуть к get used to something – doing something. На этом все. Надеюсь, вы научились различать формы used to, be used to и get used to. Окей, прямо сейчас переходите на сайт puzzleenglish.com для того, чтобы потренировать сегодняшний урок. Еще увидимся. See ya!